Всем большой привет! С вами снова я, Марина, и канал из Москвы в деревню. Сегодня по плану у нас торт Чародейка. Это любимый торт Лешика. Он от нее балдеет. Как только мы заходим в магазин, так он смотрит на эту Чародейку. Лешик вообще сладкоежка. Любит все сладенькое, печеное. Конфетки, шоколадки, как девочка. Сегодня испечем мы Чародейку для Лешика. Ну, и я там, может, кусочек откушу. Нам понадобится не так много продуктов. Сахар, мука, масло сливочное, молочко, полстаканчика водички, яйца, шоколадка, шоколад черный, разрыхлитель и ванилин. Если вдруг я что-то забыла, но думаю, ничего в этот раз не забыла, походу потом добавлю. Ну что, вперед! Будем чудить! Нам надо отмерить стакан сахара. Четыре яйца. Так, разрыхлитель. Одну чайную ложечку. И щепоточку ванилинчика. И взбиваем. То есть у нас должен получиться самый обычный бисквит. Яйца с сахаром взбиты. Добавляем муку. Точно так же, как и сахар. Стакан. Подмешиваем понемножку. Бисквит делается быстро. Ингредиентов мало в нем. И быстренько раз-раз и все. Если в духовке печь, вообще, не знаю, минут 20-25 он готов. Ну, смотря какая форма. А мы будем выпекать сегодня в мультиварке бисквит. Очень удобно. Поставила и забыла на час о нем. Достаешь уже нормальный, готовый бисквитик. Ни тебе не подгорел, ни осел. Ну, вообще, прекрасно. Гениальное изобретение человечества. Подружка мне подарила на свадьбу. На нашу с Лешиком свадьбу подарила. Мультиварку. Танюшка. Танюшка, тебе привет! Теперь мы смажем формочку. Нашу. Чуть-чуть. Вообще, лучше, конечно, сливочным маслом смазывать или маргаринчиком. Ну, что побыстрее. Раз-раз-раз. И выливаем сюда наше тесто бисквитное. Вот оно. И отправляем его в мультиварку. Вот так. Опа. И выставляем режим выпечка. И что, вперед! Через часик она нам просигналит. А пока наш бисквит стоит в мультиварке, мы приготовим заварной крем. Значит, для крема нам надо яйцо. Вот оно. Полстакана сахара. Пускай будет послаще. Нормально. Так. Две ложки муки. Ну, вот так вот где-то. Одна. И еще одна. Так. Это нам надо вот размешать. Понемножку добавляем молочко. И так вот размешиваем, чтобы не было комочков. Посуды у меня нет, хорошие ребята, пока. Поэтому не судите строго. Посуда в основном осталась вот от бабушки, которая здесь жила. Своей посуды у меня не так и много. Потому что все было не до посуды. Столько лет по съемным квартирам. так, по чуть-чуть, чтобы не было комочков. Ну, ничего, посуда дело наживное. Ну, ничего, посуда дело наживное. Правда? Главное, у нас есть дом. Вот. А сейчас сделается ремонт. Ну, и сейчас летом, и потом уже будет все по-другому. Потом можно будет уже покупать посуду, мебель. Ну, что, ну, что, ну, вот, где-то так. Ванилинчику надо добавить еще. И вот это вот нам надо поставить на огонь. И вот так, помешивая, варить до загустения. Это и будет наш заварной крем. Вот такой вот получился у нас киселик. Сейчас мы положим сюда маслице. Кусочек маслица. Грамм 50. И хорошенько его вот так вот горячо. И вот так хорошенько размешаем. Пока оно не растворится. Вот это вот будет уже наш заварной крем. Я его сейчас вынесу на веранду. Он остынет. И потом можно будет смазать нашу чародейку. Вот такой вот наш тортик. Пупырчатый. Мы его, наверное, сейчас не достанем. Пускай он подостынет немножко. Я его сейчас вынесу на веранду. Подостынет. А потом будем доставать. Все остыло. Сейчас мы его... Вот такой. Красавчик, да? Ах! Наверное, мы его вот так вот сливаем. Так будет красивее. Теперь разрежем напополам. Так вот. У нас получится два коржа. О! Два. Делаем сиропчик. Вот так вот ложечку. Давай еще чуть-чуть. И вот так вот хорошенько смочим. Вот таким образом. Берем наш крем заварной. И выкладываем. Немножко оставим, чтобы смазать сверху. Так. И вот так вот хорошо размножим. Вот. Я хочу еще смочить немножко и этот коржик. Хочу, чтобы было не так сухо. Посочнее. Вот так. Немножко. Так. И накрываем наш тортик. Вот так. Так. И остальной крем вымазываем сюда. Ммм. Вкусно? Ням-ням. Вот так вот. Тонким слоем. Размазюкаем. Займемся глазурью. Так. Вот такой вот шоколад. Шоколад черный. Мы его поломаем на кусочки. Да можно просто на кусочки. Сюда маслица. Вот так. И поставим в микроволновочку. Лазурь подостыла немножко. Такая вот. И вперед на тортик. Лазурь подостыла. И вот так вот. И вот так вот. Пускай растекается по бокам. А мы возьмем ножичек. И вот так вот ее аккуратненько размажем. Вот такая у нас получилась чародейка. Я опять же вынесу ее на веранду в холодное место. Пускай застынет глазурь. И будем пробовать. Ну что, настал момент. Дай. Дай. Глазурька еще не застыла. Что-то ты такой маленький кусочек. Ты не умеешь. Да кто ж так давит? Лешек. Резать надо, а не давить. Испортил всю красоту. Да ладно. Надо, что вкусно было. Ай. Красиво. Задавил торт. О, похоже, блин. Похоже? Да. Глазурь не застыла. Ага. Ну. Да? Чародейка? Ага. Ага. То есть, ну. Лешек не дал устояться и застыть глазури. А так она застынет и будет такая же тверденькая. Ну ничего. Пойдет. Правда, Лешек? А если как в магазине поставить три месяца? А кто там подглядывает? А? Кто там подглядывает? И ты хочешь? Да? А нельзя? Ну вот, такой вот тортик чародейка. Чародейка. Лешек уминает. Ням-ням. Ну, я наш. Продолжение следует...